Когда дивизия вермахта ранним утром 22 июня 1941 года переходили границу Советского Союза, никто из немцев не мог и представить, какой от их ждет. Ведь нацистская пропаганда убедила их, что они встретят только недоразвитых недочеловеков, которые не смогут устоять перед военной машиной арийцев. Одним из тех, кто на деле опроверг нацистские теории, был пулеметчик-старший сержант Яков Студенников. Особенную стойкость он проявил в бою 7-8 июля 1943 года. К тому дню бои на Курской дуге были в самом разгаре. Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись и предпринимали контратаки. На Ольховатском направлении они не добились ничего, а потому решили захватить Панеровский железнодорожный узел, ключевой узел на железной дороге, соединявший Орел с Курском. Отсюда РКК могла атаковать врага на Ольховатском и Малоархангельском направлениях. Захват такого важного пункта сулил вермахту устранение этих угроз. Разумеется, этот важный узел оброс несколькими эшелонами обороны. Сначала фрицам пришлось бы идти через управляемые и неуправляемые минные поля, после которых нужно было бы продираться сквозь проволочные заграждения, опоясавшие несколькими рядами подступы к траншеям. Танки врага наткнулись бы на бетонные надолбы, оказавшись под огнем закопанных по башне танков и противотанковых орудий. Но немцам деваться было некуда, поэтому они пошли в атаку утром 7 июля 1943 года. Пулеметчик Яков Студенников вместе с расчетом находился на позиции и ждал врага. Так уж получилось, что совсем недалеко от этого места находилась его родная деревня, где он родился и вырос, и колхоз Весна, где он до войны успел начать трудовую деятельность. Близость малой родины только укрепляла дух бойца. Наконец, появилась немецкая пехота в сопровождении нескольких танков. Студенников не стал открывать огонь сразу, как только пехотинцы вошли в зону поражения, а решил подпустить их поближе. Когда фрицы появились на возвышении, застрочил верный Максим красноармейца. Немцы залегли, следующие цепи пытались подняться, но и их прижал к земле пулеметный огонь Якова Студенникова. Атака гитлеровцев начала захлебываться. В десяти часам утра противнику удалось подтянуть свежие силы и, сконцентрировав силы, двумя батальонами с танками прорваться на северо-западную окраину Панерей. Оттуда они были отброшены решительной контратакой, и положение вернулось к прежнему. Все это время расчет Якова Студенникова поддерживал огнем действия наших войск. Враг не сдавался и организовывал атаку за атакой. В одной из них был убит второй номер пулеметного расчета, а старший сержант Студенников был ранен. Но он не оставил позиции и продолжал бой, который не закончился и на следующий день. Всего пулеметчик отразил десять атак гитлеровцев, во время которых они безуспешно пытались окружить его, и убил более трехсот солдат противника, когда силы его покинули. К счастью для Якова, он потерял сознание, когда бойцы третьего батальона 1019-го стрелкового полка пошли в контратаку и окончательно отбили немцев от панырей. Кто-то из наступавших заметил истекавшего кровью бесчувственного Студенникова и позвал санитаров. Раны были очень тяжелыми, поэтому герою пришлось много месяцев провести в госпиталях, пока не наступил момент, когда он полностью оправился от ран и снова отправился на фронт. За совершенный подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания войны старшина Студенников был демобилизован. Жил в городе Макеевка Донецкой области. Служил в батальоне МВД, охранявшем железнодорожную станцию, где производились формирование и сортировка товарных составов с углем. С возрастом перешел на работу в ВОХР на той же станции, где трудился вплоть до выхода на пенсию. Скончался 8 января 1987 года, по другим данным, 1 февраля 1987 года, похоронен в Макеевке на Казачьем кладбище, Красная Горка. Награжден орденами Ленина, 15 января 1944 года, Отечественной войны первой степени 11 марта 1985 года, медалями. Мюст Героя установлен на Аллее Героев в поселке Колпна Орловской области. Субтитры создавал DimaTorzok